Дима, наверное, венчики. Вооружившись фотоаппаратом, инспекторы Адмтехнадзора начинают рейд. Сегодня по плану проверка нескольких объектов торговли по Юбилейному проспекту. Первый – магазин Штор. Уже на входе первая проблема. Входная группа, плитка вся разваливается после зимы. Дальше больше. Вся реклама здесь висит незаконно. Продавец магазина в недоумении. Наклейка чья? Вы знаете, что это нельзя клеить? Потому что есть определенные правила. О правилах не знают и в соседнем магазине по продаже алкоголя. Здесь все ярко и красиво, но вот разрешения на размещение рекламной конструкции почему-то нет. Ну, копию-то можно было здесь держать. Копию сделали, но уголок потребителя повесили бы. Чтобы привлечь клиентов, хозяева магазинов, идут на различные ухищрения. Здесь, например, надверили рекламу обычным скотчем на дверь. Все продавцы сегодня, как сговорились, выдают потрясающие театральные номера. Так в мини-супермаркете случилась внезапная амнезия. Разрешение есть у вас на установку и использование информационных материалов? Предоставьте, пожалуйста. Ой, сейчас в данный момент я не могу найти. В магазине дверей и вовсе начали говорить по-английски и признаваться в любви. From our shop in Realtor. We know about it. Но театральные номера не растрогали инспекторов административно-технического надзора и представителей торгового отдела администрации города. Все предприниматели получили уведомления. Теперь им нужно устранить нарушения. Иначе их ждут крупные штрафы. За самовольную установку средств размещения информации предусмотрена административная ответственность на индивидуальных предпринимателей. Это от 8 до 10 тысяч рублей. На юридических лиц от 20 до 100 тысяч рублей. В нашем городе рейды по незаконной рекламе проводятся еженедельно. С начала года демонтировали порядка 100 нелегально установленных конструкций на фасадах зданий. Владислав Момот, Артем Удников для РТВ.